Центр дополнительного образования детей и молодёжи – это дом, в котором проведены школьные годы сотен тысяч любознательных и одарённых, трудолюбивых и весёлых ребят, в чьих сердцах зародились и развиваются самые высокие чувства, а главное – это место, где рождается творчество. Как и 45 лет назад, центр внешкольной работы с утра и до вечера заполнен ребятнёй. Здесь, под руководством опытных педагогов, дети развивают свои творческие способности и открывают таланты в пении, рисовании, хореографии, декоративно-прикладном мастерстве, достигают вершин в туризме и экологии. И список этот продолжать можно очень и очень долго. Ежегодно у нас занимается более трёх тысяч воспитанников. Это направление деятельности дети могут найти абсолютно любые по своему вкусу, по своим талантам, по своим склонностям и туристская, краеведческая, и биологическая работа, и танцы, и вокал, и изобразительное искусство, и техническое творчество, и компьютеры. В общем, всё-всё представлено в нашем центре. Здесь ребёнку создаются максимально комфортные условия для его самореализации во всех направлениях деятельности. Не понаслышке скажу. Этот центр посещает мою младшую дочь. Суббота, воскресенье, остановить её невозможно. О чём это говорит? Ей нравится, ей комфортно. Я думаю, что все воспитанники этого центра именно с такими чувствами приходят сюда, к своим педагогам, к своим учителям, к своим любимым занятиям, для того, чтобы стать лучше. За 45 лет в Центре дополнительного образования детей и молодёжи города Бреста сформировался и утвердился замечательный коллектив талантливых педагогов дополнительного образования, людей, творческих и ищущих. Педагогам можно быть по образованию, но душой педагогам сможет быть не каждый. То есть в первую очередь это любовь к детям. А дальше все таланты научат наши, в том числе и наш вуз. Но без любви к детям ничего не получится. Педагоги центра выработали умение комбинировать различные системы обучения, нашли индивидуальный стиль ведения занятий. И всё это для того, чтобы добиваться результата. А результат – это воспитанники. Талантливый, целеустремлённый, креативный и только умелая рука мастера может направить способности детей в нужное русло. В Центре дополнительного образования я работаю уже больше, чем 25 лет. На самом деле даже как-то это очень как-то иронимо, и приятно, и торжественно. И осознавать, сколько здесь у меня прошло лет, вместе с детьми, с моей работой, с моим коллективом. Насколько всё было много, интересно, классно. Дети – это чистая душа. И когда ребёнок приходит, ты понимаешь, что это ещё создание, которое чистое, открытое. И естественно, это потом и видно по работам, которые дети создают. И получается, что вместе с ними мы создаём очень что-то красивое, необычное. Работаю уже 5 лет. Почему с детьми? Потому что, не знаю, наверное, сама люблю творчество. Занималась тоже в этом Центре ещё с малых лет. Занималась керамикой и в русовой студии по рисованию, и танцевальной ансамбле «Променчик». Поэтому, конечно, это мне близко, обучение творческому. И получилось так, что сама пошла преподавать, сама пробую себя каждый год, каждые 3 года, 2, новые какие-то себе открытия делала, новые темы. Стараюсь подходы менять с детьми, чтобы это было интересно. Вот поэтому пока всё нравится. Талантливые дети талантливы во всём. Именно так можно сказать о воспитанниках Центра. Ведь они являются победителями многочисленных областных и республиканских конкурсов и фестивалей. Меня сегодня будут награждать за мои успехи, за большое количество каких-то призовых грамот, за работу моих. На керамику меня отправили родители. Я себя очень комфортно чувствую, хожу туда уже 10-й год, и это прям моё хобби. Очень символично, что 45-летие Центра внешкольной работы совпало с Днём защиты детей. И сегодняшняя награда – это очень важно для меня. Я хочу выразить огромную благодарность педагогам, которые поддерживали меня во всех начинаниях. Это Игорь Михайлович Чекалов, Владимир Дмитриевич Погребняк и Виктор Васильевич Пашкевич. В первую очередь они воспитывают характер, закаляют его и учат нас быть настоящими патриотами своей страны. Насыщенную, яркую, разнообразную творческую программу подготовили сами воспитанники этого учреждения. Ребята пели, танцевали, показывали сценки из жизни своих кружков и объединений. Мы могли только мечтать о тех достижениях, которые сегодня достиг коллектив этого центра. Вручение наград за духовное возрождение – я считаю, что это высочайшая оценка работы по гражданско-патриотическому воспитанию на протяжении всего периода существования поста памятник и центра дополнительного образования. Россыпь наград международных творческих конкурсов и смотров – это участие как творческих коллективов, так и индивидуальная работа каждого из воспитанников. Поэтому, наверное, в самых-самых-самых сокровенных желаниях, мечтаниях что-то об этом виделось. Но ожидания, вернее, тот аяв, который мы имеем сегодня, превзошли все наши мечты. Мечты должны сбываться. Но чтобы это случилось, необходимо много и упорно трудиться. Это пропост памяти. Пропост номер один в Брестской крепости Герой. Уже на протяжении полувек юноармец заступают на почетную службу. И это по достоинству оценили. Коллективу Центра додатковой адукации дятей и молодей города Бреста за реализацию проекта «Пост памяти Брестской крепости». Премия уручается директору Глебик Юлии Олеговне и загадчику филиала «Пост памяти» Чыкалову Игру Михайловичу. Полторы тысячи детей ежегодно проходит свою вахту памяти в филиале данного центра в Брестской крепости Герой. То есть это в мемориальном отряде поста памяти у Вечного огня Брестской крепости. То есть это тоже немаловажно. Ни одно городское мероприятие не обходится без участия данных категорий воспитанников. То есть это тоже немаловажно. Одни из них, то есть самое знаковое, наверное, которое мы полностью проводим с именно данным центром, это празднование государственного праздника Дня Герба и Флага, который ежегодно традиционно проходит в городе. Второе воскресенье, мая месяца, то есть и наши горожане этот праздник видят. То есть очень торжественно, очень красиво. Каждый год вносятся какие-то новые идеи, воплощаются в данное мероприятие, что тоже замечено, то есть руководствами города и области. У молодого творческого коллектива целеустремленных и одаренных педагогов и их воспитанников есть много идей и планов. И нет сомнения в том, что все это непременно исполнится. Ведь слоган этого замечательного дома – главное на свете – это наши дети.